Итак, добрый день. Темой нашего четвертого занятия станет вопрос о партизанском движении в Советском Союзе и о наградной системе, которая сложилась в нашей стране в годе Великой Отечественной войны. Соответственно, два типа вопроса, на первый взгляд, не очень связанных друг с другом, тем не менее, по многому отражает общую тенденцию. Это определенная идеологическая составляющая войны, это подчеркивает отечественный характер войны 1941-1945 годов. Несомненно, это является тем моментом, оба этих вопроса являются теми моментами, которые подчеркивают патриотический подъем советское население в годе Великой Отечественной войны. Соответственно, говоря о литературе по данному вопросу, можно отослаться к уже упоминаемому в нашем курсе. Издание «Матта в Второй мировой войне, 12-й томнику и Великой Отечественной войны», энциклопедия Великой Отечественной войны. В связи с наградной системой Советского Союза стоит порекомендовать достаточно детальное исследование о наградах Великой Отечественной войны. При всем том, что издавалось оно довольно-давно, около 25 лет назад, иллюстрации и содержание этого материала, по-многому остаются непревзойденные для тех пор. Персонали деятелей партизанского движения неплохо раскрыты в биографической энциклопедии Залейского. Кроме того, в начале 2000-х годов была издана работа об опыте партизанского движения в Великой Отечественной войне, такая официальная история партизанского движения в нашей стране. Плюс традиционно мы можем опираться на электронные ресурсы, военной литературы, военного альбома и электронного ресурса «День Победы». Говоря о партизанском движении, нужно вспомнить, что впервые на эту тему заговорил еще о своем знаменитом выступлении от 3 июля 1941 года Верховный главнокомандующий Иосиф Киромичсталь. Однако более детальная инструкция об организации партизанского движения выходит 18 июля 1941 года, и в частности отмечается, что в условиях захвата юрманской армии части советской территории требуется развернуть борьбу против них к Тулу, и направлена должна быть борьба на дезорганизацию связи, транспорта, срыва всех мероприятий, уничтожение ценностей и самих захватчиков пособников на то, чтобы создать инверсионные истребительные группы, ввести подпольную деятельность и всячески бороться с немецкой оккупацией. Добавлю, что еще до войны, особенно в 1930-е годы, разрабатывались планы по организации партизанской борьбы на советской территории, создавались партизанские базы, урабатывалась тактика определенная, были взгляды на этот счет, но изменение политической ситуации в конце 1930-х годов, начале годов 40-х, передвижение советской границы к западу в 1939-1940 годах изменили подходы к партизанской борьбе и его советского руководства. И во многом то, что было создано перед войной, вся эта система, которая разворачивалась в 1900-е, в 1930-е годы, к началу Великой Отечественной войны, уже не была готова к организации партизанского движения. И это все пришлось во многом организовать с издаванием, практически с нуля. Хотя в числе партизан было немало тех, кто имел опыт гражданской войны, а значит мог его использовать и в новой партизанской борьбе. Хотя не всегда это было удачным и нервным решением. Все-таки характер войны изменился. Поэтому, говоря о партизанском движении на территории Советского Союза, с того, что его география оказалась не столь широка, как, может быть, хотелось советской власти, попытки организовать партизанскую борьбу, в общем-то, были на многих территориях. Даже, говоря о юге России, мы видим примеры, когда в степных районах, где совершенно нет условий для скрытой борьбы с врагом, были попытки создания партизанских отрядов. Однако, ход боевых действий остался на свои места, и в итоге мы видим вот на этой карте, которая по всему периоду оккупации Советской территории отражается положение НЕЛ, что большинство партизанских отрядов сосредоточено было в Беларуси, в Полесье, которая частично является территорией Беларуси, частично Украине, в западных и северо-западных районах России, то есть там, где существуют значительно лесные массивы, где есть болотистая местность, что позволяет укрыться значительным отрядом партизанским от врага, создать со временем целые партизанские районы зачастую, организовать там жизнь местного населения, даже и защищать его в тех иных случаях от действий оккупантов. Но, повторюсь, для этого требовалась местность определенная и плюс, несомненно, поддержка местного населения. И именно второй фактор определяет то, что, например, в Карелии, а также в Прибалтике, партизанское движение, как и в Карпатах, кстати, не принимает широкий размах. В Прибалтике население местное, но в основном имел антисоевскую позицию, как, в общем-то, и на Западе Украины. И там разворачивается борьба иного рода, там парагируются националистические формирования. Причем, если Прибалтийские сразу встали на сторону германских оккупантов, то украинские националисты долгое время с немцами сотрудничали, националисты, но одновременно создавали свою систему отрядов, которые в какой-то момент начали и против немцев бороться, когда те уже вступали с территории Украины. Но главной целью для украинских националистов и их отрядов, которые тоже вели борьбу партизанского типа, но в совершенную по своей идеологии. Так вот, это была борьба против Красной Армии, советской власти и даже местного населения, которое стало во многом жертвой украинских националистов, их политики, потому что очень жесткий был подход ко всем тем украинцам, в том числе, не говоря уже о других национальностях, которые сотрудничали с советской властью. Поэтому параллельно с борьбой советских партизан против оккупантов на оккупированной территории зачастую разворачиваются боевые действия между различными местными силами. То есть на Украине это советские партизаны против украинских националистов, на западе Украины и Белоруссии – это борьба советских партизан и поляков из армии краевой националистических польских формирований. На северо-западе во многом это были столкновения советских партизан с прибалтийскими националистами. Что касается Карелии, то там партизанское движение не развернулось в полную мощь при наличии удобной местности из-за того, что финские оккупационные власти, по сути, интернировали, то есть заключили в лагеря концентрационные почти все русское население в Карелии. А население карельское финское, в общем-то, заняло выжидательную позицию. Там много было и запугано финскими оккупационными властями, и поэтому социальные опоры партизаны просто в Карелии долгое время не имеют. Вот это те факты, которые определяют географию партизанского движения, представленные вот на этой карте. Что касается истоков этого движения, то мы с вами видим, что прежде всего создание партизанских отрядов, развёртывание партизанское движение, что по указанию советского правительства Всесоюзной коммунистической партии Большевику, именно поэтому в основном во многих районах, особенно по разнорядке, где создавались партизанские отряды, там ведущую роль играли в них советские партийные работники. И, собственно, управление партизанскими отрядами строилось по линии подпольных горкомов, райкомов и обкомов партии, располагавшихся на оккупированной территории. То есть представители советской власти, которые присутствовали на территории, захваченные врагом. Вместе с тем в партизанских отрядах немалую долю составляли представители органов госбезопасности и правоохранительных структур. То есть это Народный комиссариат внутренний дел, Народный комиссариат государственной безопасности. Причем они, с одной стороны, могли принимать руководящие посты партизанских отрядов. Кроме того, сами отряды партизан зачастую комплектовались из так называемых стремительных частей. Это местные добровольные подразделения, которые создавались под эгидой НКВД. И потом составляли часто основы для партизанского движения, на захваченной врагом территории. С другой стороны, по линии НКВД шла подготовка специализированных диверсионных и разведательных групп для ведения этой борьбы с оккупантами на захваченной территории. Это были отряды совершенно нового рода. Они, в какой-то степени, могли быть костяком для более крупных партизанских формирований, но подчинялись они все-таки не местным партийным советским руководителям, а на прямую аппарату НКВД, НКВБ в Москве. И, конечно же, участниками партизанского движения стали солдаты и офицеры в 1941 году, бойцы-командиры Красной Армии. Здесь мы видим два пути попадания военнослужащих в партизанские отряды. В основном это были те, кто оказался там вынуждены. Это были различные окруженцы, оставшие своих частей солдаты и офицеры, то есть те, кто не смог воссоединиться со своими войсками и вынуждены перейти к борьбе на оккупированной территории для того, чтобы продолжить спрашиваться с проголом, хотя бы так, не имея возможности перейти линию фронта. С другой стороны, это могли быть дирюционно-разведательные отряды, которые создавались различными армиями и фронтами, действовали в ближайшем туре противника, подчас вместе с партизанами. Но, отмечу, что разные партизанские силы зачастую конкурировали с друг другом. Это очень характерно, например, для Крымского полуострова, где в 1941-1942 годах столкнулись интересы местного партизанского движения и многочисленных окруженцев из числа советских войск. А, допустим, в 1943 году там очень сложные были взаимоотношения между, например, теми же местными партизанами, подчинявшимися партийному руководству, флотской разведкой и разведоорганами армейского. Но, так или иначе, это взаимодействие налаживалось и во многом благодаря тому, что происходит в 1942 году централизация партизанского движения. По-видимому, осознав, что боевые действия затягиваются и скорого окончания военные освобождение в советской территории в 1942 году не предвидится, государственная коммерция обороны постановил создать центральный штаб партизанского движения. Возникают одновременно штабы партизанского движения на разных направлениях, в частности, на Юге России. Это был южный штаб партизанского движения, создаваемый прежде всего под экидой властей Краснодарского края. И эти штабы управляли действием партизан, находясь на незахваченной территории, но осуществляя правление ими по раннему, обеспечивая их снабжением разнообразным, доставляя, допустим, в башню специалистов, тех же радистов, подрывников, инструкторов и забирая из партизанских районов многочисленных раненых, а также не комбатантов, которые там находились, то есть тех женщин, детей, стариков, которые оказались привязаны к партизанам, были членами их семей, но, конечно, были скорее узы для партизан. И вот все это позволило, начиная с 1942 года, более широко организованно вести партизанскую борьбу и добиться особенно крупных успехов, конечно же, в 1943 году. Случайно, именно тогда проводится, в общем-то, так называемая рельсовая война. Целая серия была партизанских вылазок, диверсий на путях сообщений немецких войск накануне Курдской битвы. Еще больший размах такие же действия приобрели накануне вступления Красной Армии в Белоруссию, операция «Багратион», которая ввела как освобождение в основной части Белоруссии. И все это во многом уважило действиями Красной Армии, чтобы позволило добиться еще больше успеха и более эффективно воевать Красной Армии с советским партизанами. Вот те особенности организации партизанского движения, которые стоит, конечно же, знать и выделять. В ходе борьбы советские партизаны объединяются в довольно крупные партизанские части, если даже соединения, бригады и дивизии. Некоторые из них совершают крупные походы и даже продолжают боевые действия после освобождения советской территории, воюя с врагом на территории Польши, в Карпатах, в Словакии. И это тоже показывает, что партизанское движение на мышцу за рамки стихийного действия. Но и дело, что стихийность, конечно, тоже присутствовала. И вот дополнение к тем истокам партизанской борьбы, о которых раньше было сказано, можно сказать, что едва ли не главным подстегивающим стимулом участия в партизанском движении была топорационная политика германских властей и властей стран союзной Германии, Гумынии, Няньгии на захваченной советской территории. Жестокость, развернутый террором, ограбление населения, неприятие местной традиции и ценностей, во многом все это провоцировало уход людей-партизан. И если в начале войны с приходом немецких войск еще у некоторых были где-то ожидания в отношении возможного освобождения от советской власти, которые тоже были противники по планомиативным причинам, или, например, с освобождением национальным, как это было в ряде национальных регионов Советского Союза, то по мере развития германской оккупации все эти надежды во многом рухнули. Стало очевидным многим на оккупированной территории, что германская оккупация, германская власть – это очень жестокая форма власти, и это подтолкнуло людей к участию в партизанском движении. Это может способствовать успеху Красной Армии, перелом войны. Не случайно этот рост в партизанском движении особенно явно происходит в 43-м году. На фоне успехов Красной Армии наметившегося перелома войны. Даже есть такое выражение – партизан 1943 года. То есть это как раз те люди, которые, может быть, вы ожидали развитие ситуации, занимая эту прожидательную позицию какое-то время, – но потом, в конце концов, делали свой выбор по поводу своей страны и своего народа и борьбы с врагом. Возвращаясь к крупным партизанским соединениям, стоит выделить несколько видных партизанских командиров, такие легендарные личности, как Кавпак – это его соратник вершина. Они были выходцами из Украины, не во многом гражданскими совершенно до начала войны, хотя имевшими исключаем некоторые боевые опыты, то есть и гражданская война, например. И, с другой стороны, это представители как раз-таки органов госбезопасности, соборов, которые тоже возглавляли на крупное президентское соединение. В общем-то, все они действовали на территории Полесья, прежде всего, то есть на границе Беларуси и Украины, в основном на территории Советской Украины. И с их усилиями связаны успехи партизанского движения в этом районе. Однако, кстати, партизан получили известность, конечно, не только какие-то видные руководители, но и герои партизанского движения, также под полем. Не будем забывать, что наряду с борьбой вне городов, то есть в лесной местности, где партизаны могли действовать в общем-то довольно открыто, в огромное значение имела сеть подпольных организаций, которые или создавались советскими властями перед оккупацией территорий, или создавались стихийно совершенно. И вот среди таких подпольщиков особенно яркая была фигура Олега Кашуова, возглавлявшего молодую гвардию, так называемую организацию, возникшую в городе Картадон, в Донбассе, в Луганской области, тогда в Ворошево-Ваградской области Украины. И эта организация стала символом борьбы советской молодежи прежде всего с врагом. Она в конце концов была раскрыта, хотя сумела добиться ряда успехов. Часть ее участников погибла, но выжившие, в общем-то и погибшие стали легендами. И собственно эта организация стала символом борьбы с оккупантами. Другим ярким событием стала деятельность и гибель потом Зои Касмодемьянской, которая попала в оккупанты под Москвой. Вокруг ее деятельности немало сильных слухов, легенд, домыслов. В плане того, что якобы выдали ее немцам, сами жители Подмосковья якобы, что сжигала она какие-то хозяйственные постройки. Но на самом деле ее деятельность была нацелена на уничтожение тех построек сельских в Подмосковье, которые использовались с оккупантами. И попала она в руки все-таки немцев. Именно немцы устроили на дне расправы. Известность она получила благодаря тому, что погибла буквально незадолго до освобождения в Подмосковье от немецких захватчиков. Ее повешенное тело было обнаружено советскими бойцами и командирами в ходе освобождения населенных пунктов в Подмосковье. И очень быстро она стала символом вот этой борьбы с оккупантами. В общем-то, вполне возможно. Другим ярким примером является фигура Вильмена, который повторил подвиг Сусалина в период основного времени. По легенде, сложившиеся, устойчивые, когда к ним обратились еще оккупанты, он завел их в нитьхие леса и, по сути, его обрек на губель. То есть, мы видим самые разные фигуры. Молодые люди, в общем-то, люди преклонного возраста, в принципе, разных профессий, в том числе мало связанные с военным делом, которые были вовлечены в сопротивление врагу. И что особенно было характерно для нашей страны, это участие, в общем-то, патронских и даже детей в борьбе против оккупантов. В советское время они фигурировали под формулировкой «Пионеры-герои», сегодня мы можем перечислить. Это были представители пионерской организации, которая воспитывала богом патриотизм среди советской детворы. И это были такие люди, юные, подстудители, как Валя Котик и у коллегов. То есть те и многие другие. То есть те пионеры, которые сражались в рядах партизан, подпольщиков на Украине, прежде всего, где для этого были услуги, на Крымском полуострове. Все они стали легендарными фигурами, но по многому, конечно, благодаря своей героической библии. И вот пример этих людей говорит нам о том, что борьба с оккупантами и вообще с врагом, она – это статей бревла всенародный характер. Конечно, мы можем в некоторых моментах их биографии сомневаться. Советская пропаганда в годы войны, возможно, кое-что приукрасила, но факт остается фактом. Массовое сопротивление оккупантам и вообще подъем патриотических чувств среди советского населения, он был на лицо. И уход массы людей в качестве добровольцев вооруженной силы, участие в партизанском движении, в работе подпольных организаций зачастую совершенно стихийным образом. Это произведено 50-го давления, навязывание разрядки. Вот все это говорит о том, что действительно война имела отечественный характер. И пример этих людей, зачастую погибших, отдавших свою жизнь за то, чтобы их страна была свободной, он очень показательный. Забывать, наверное, об этом не стоит. Наконец, завершая рассказ о партизанском движении, стоит отметить, что его характер объяснялся и теми крайностями оккупационной политики, которая была в нашей стране, по многому она была жуще. Это политика германских войск или германской гражданской администрации, чем политика на территории оккупированных стран Европы. И как бы не хвалили движение сопротивления, которое существовало во Франции при всех его успехах. Сопротивление на Веге существовало в ряде других европейских странах. Тем не менее, размах партизанской борьбы был несравним там и в странах Восточной Европы, в Польше, в Югославии, особенно в Советском Союзе. И это стало, конечно, отличительной чертой борьбы на советско-германской фронте. Обратной стороной этой борьбы была во многом жестокость обеих сторон, бескомпромиссность, борьба без соблюдения каких-либо законов войны, потому что большинство случаев советские партизаны действовали по своей инициативе, без всякого знаков различия, совершенно падение от немецкие половые структуры, а немцы использовали эти факты для того, чтобы обвинять партизан в бандитизме и расправляться им по всей строгости военного времени. Если немцы не щадили особо пленных, официальных участников войны, комбатантов, то уж не комбатантов, то есть не имевших права брать в руки оружие согласно законам, якобы, они вообще расценили их как бандитов. И это постоянно фигурирует в немецких документах. На самом деле, конечно, никакому бандитизму речи не идет, а речь идет прежде всего о борьбе советского народа, самых разных его представителей, с той оккупацией, с той армией, которая пришла на нашу территорию. И символом вот этого подъема, изменения во многом ценности в годы войны, приоритета патриотизма над интернациональными идеями, которые существовали в Советском Союзе до войны. Все это отражается широко в советской наградной системе. До начала Великой Отечественной войны имелось ограниченное количество наград в Советском Союзе. Самой первой, в чем советская награда, является орден Боевого Красного Знамени. На виду с ним является орден Трудового Красного Знамени за трудовые заслуги. Самой высокой наградой считался орден Денина. Это была высшая советская награда. Кроме того, появляется в 30-е годы орден Красной Звезды. Справа здесь представлен, на слайде. Плюс к этому ордену появляются медали за отвагу и за боевые заслуги. Причем поначалу они носились именно на такой прямоугольной колодке. И потом только в середине войны появляется колодка вот этой пятиугольной, более традиционной для нас словом. Поэтому очень легко отличить эти награды на фонограмме, когда они были получены. Особое место, конечно, занимает золотая звезда Героя Советского Союза, которая давалась тем, кто был достоин звания Героя Советского Союза. Напомню, первые звания получили советские летчики, спасавшие челюстницы. А потом это были Герои Войны в Испании, Герои Полтенгола в основе летчики. И до начала войны, в принципе, награды давались не в очень больших количествах. Герои Советского Союза вообще были наперечет. Люди с медалью, в общем-то, воспринимались как подлинные герои. Вот. И это все указывало на редкость, относительно на редкость награждения этими наградами. А на этом условиях Войны, конечно же, характер награждений меняется. Гораздо масштабные боевые действия были, чем в тех локальных конфликтах и войнах, которые шли с участием Красной Армии до Второй Народной войны. И поэтому наградная система расширяется заметно, увеличивается количество наград, изменяется порядок награждения. Собственно, если поначалу все награды утверждались верховной властью, в общем-то, проходили через Верховный Совет СССР, то потом право награждений давалось, в общем-то, различным воинским соединениям и мнениям, в зависимости от уровня награды. Она была присвоена, в общем-то, руководством фронта, армии, корпуса. В частности, новая награда Великой Отечественной войны в 1524 году становится уровнем Отечественной войны двух степеней. Он давался, в общем-то, всем категориям мирослужащих. Вообще, каждой награде соответствует порядок награждения. Прописывали чутка правила награждения, то, за что могла даваться награда, в каком порядке она носилась, и так далее, и так далее. Все это описывается в статуте награда. Полководческая награда первая, ну, награда для командного со стороны, в общем-то, стала награда, связанная с личностью Александра Невского. Впервые в советской истории в качестве Сиббала для награды был использован образ древнерусского князя, собственно, все-таки монарха, представителя дореволюционной истории России. И во многом этот орден стал преемником дореволюционной награды, одноименной которой он существовал. Отмечу, что на награде изображен образ не столько самого князя Александра Невского, сколько то, что советские граждане видели в кинофильме, посвященном Александру Невскому Ледовому побоищу, известный советский кинофильм. Плюс к этому отмечу, что орден Отечественной войны вручался не только в годы войны, но и широко вручался в оставшихся живых участниками Великой Отечественной войны в 1985 году. Если мы ведем речь о других наградах, то это целая серия полководческих орденов, которые вручались командному составу Красной армии за успехи в деле руководства советскими войсками на фронтах Великой Отечественной войны. Это прежде всего орден Суворовы трех степеней, это орден Кутузова трех степеней, ну а участники освобождения Украины награждались еще и орденом Богдана Хмельницкого, тоже трех степеней. Все эти награды у вас представлены на слайде. Получить эту награду рядовому и сносующему возможности не имелось. Особой категории наград стали награды для военно-морского флота, аналогами тех, которые мы раньше видели, это ордена Ушакова, ордена Нахимова, в общем-то, а также одноименные медали. По сути они дублировали, в общем-то, те награды, которые раньше мы видели, были аналогами, в общем-то, одинок этих, а также медали за брендные заслуги и за отвагу. И чтобы, в общем-то, поднять уровень солдатских наград, особое значение приобрел орден славы. Он был введен специально для рядового и сельжатского состава Красной армии, военно-морского ухода, военно-воздушных сил, имел три степени. И при разработке этого ордена, при его оформлении, мы видим очень много аналогий, сходства с Георгиевским гристом солдатским, который существовал до революционной России. Более того, поначалу были планы даже разработки четырех степеней донограды, но тогда уж не было слишком сильно сходство, и в итоге советское руководство ограничилось степенями ордена славы. Собственно, кавалеры, полные кавалеры донограды славы трех степеней, приравнивались в советское время и сегодня приравниваются к героям Советского Союза, что, наверное, закономерно и верно во многих отношениях. Более того, пожалуй, наличие трех войну славы еще больше показывает способности того или иного человека, его героизм. Повторюсь, во-первых, это солдатская награда. Всю не мог получить командирску какого-либо ранга за управление былыми действиями, не связанными непосредственно с риском для жизни. Во-вторых, для получения всех трех степеней требовалось неоднократно. Если награждение званием Героев Советского Союза могло иметь характер разнорядки в отдельных случаях. Например, такая разнорядка очень наглядно спускалась в период битвы за Днепр и форсирования этой реки. И значительное число Героев Советского Союза получили в награду не тогда. Вполне заслуженно, но это гораздо более массовое награждение, чем, например, то, что мы видим в первые выдавания, когда подвигов было не меньше, но оценивались несовершенной иначе. Награда меньшего значения, может быть, и вообще остались неоценены, к сожалению. Так вот, ответ Слава подчеркивал как раз таки то, что награжденный системно, неоднократно совершал сильные действия, которые можно назвать подвигами, которые заслуживали наградой. Поэтому, повторюсь, снился он очень многими и делает честь всем тем, кто был награжден этим орденом. Высшеполководческим орденом, высшеполководческой наградой стал Орден Победы. Он был вручен ограниченным кругу лиц. Первым награжденным стал маршал Жуков. Он же стал единственным человеком, получившим эту награду дважды. Соответственно, с полководцев советских. Соответственно, в отдельных случаях этими орденами награждали тех государственных деятелей. Собственно, эту награду имел Сталин и ряд политиков. Это скорее имело вручение статуса наследства. Единственный раз после войны эту награду вручили Данилу Брежнему. Но после его смерти и изменения внутри политической ситуации эта награда лишилась. Хотя многочисленные звезды героев Советского Союза, которые получили советские руководители Хручеву Брежнев после войны, эти звезды героев сделали трижды-четыжды героями, тем не менее остались. И таким образом мы видим, что сложилась довольно развернутая система наградная в Советском Союзе. Она была гораздо более обильной, чем до войны. Что вполне логично, потому что события, требования времени, они говорили о необходимости отмечать подвиги людей, их заслуги перед государством. Дополнительно к тем районным медалям, которые вручались в общем-то не за участие боевых действий в том регионе или в той или иной компанию, а по случаю каких-то выдающихся деяний, подвига либо какого-то вклада очень серьезного в победу. Вручались и другие награды. Это прежде всего различные медали, которые отражали участие технических солдат и офицеров в различных компаниях. То есть это либо награды за оборону технических регионов Советского Союза. В частности, в левом нижнем углу мы видим медаль за оборону Заполярье. Аналогичная награда была очередена в честь обороны Москвы, Ленинграда. На юге это были города Одесса, Севастополь, а также Северный Кавказ. Даже было такое выражение «Южный Банд», это вот третья награда за сражение на юге, которые могли получить очень немногие люди. В основном это были моряки Советского военно-поискового флота, участвующего во всех этих компаниях. Была еще одна медаль за оборону Киева, ну естественно за оборону Сталинграда. Вот в общем-то те основные медали, которые были учреждены в честь тех местностей или населенных пунктов крупных городов. После перехода к наступательной операции советских войск и в связи с освобождением Европы была разработана целая серия наград за освобождение европейских столиц, ну в частности Праги, Варшавы, либо за взятие тех городов, которые считались вражескими, как Кудапешт, примерно, Вена, Берлин, это столица в общем-то враждебных государств. Ну в частности столица Австрии и Вена была частью германского государства в период Второй мировой войны. Особо была награда заведения Кенигсберга, города символа германской военной мощи, укрепленного в общем центре Восточной Пруссии. После решения войны две награды еще были введены. Это награда за победу над Германией и награда за победу над Японией. Собственно они тоже у вас здесь представлены в нижнем ряду с образом Иосифа Великой Отечественной войны. Отдельно были введены награды, связанные за доблестный труд годом Великой Отечественной войны, за участие в партизанском движении, тоже несколько степеней великие награды и так далее. Добавим, что награды могли получаться не только за какой-то конкретный комплект, но чем дальше, тем больше они вручались за усердную службу, добросовестное исполнение своих обязанностей, особенно в условиях связанных с риском для жизни. Ну в частности это могли быть совершенные летчиками боевые вылеты. Особенно это касалось штурмовой авиации, где количество вылетов на самом деле было невелико. Часто, в среднем, третий вылет для летчика штурминга был смертельным. И поэтому те, кто сделал 20-25 вылетов, в общем-то считались героями вполне по праву. У летчиков-стребителей это были награды за количество убитых самолетов противника. Начиная с 15 самолетов уже в начале войны могли дать звание героя Советского Союза. А дальше дважды героя и трижды. Собственно, единственный человек, который получил звание трижды героя именно в период самой войны, это Александр Покрышко. Причем, две звезды героя получил боя в небе Кубани буквально в течение весны-лето 1942 года. Другой известный летчик Каджидупа, также маршал Георгий Жуков, получили звание трижды героя сразу после окончания боевых действий, за участие в войне, несомненно, но формально после завершения войны. Поэтому наградная система Советского Союза года войны была довольно сложной, и мы по мере введения наград можем оценить, когда сделаны на коммертиренной фотографии, в каком статусе находились стильные личности, которые нам известны, на каком уголовлении уже были к тому времени. И другим важным признаком маркера технических событий на фотографиях являются отличительные знаки, и знаки различия, знаки различия советских вооруженных сил, которые существовали в годы Великой Отечественной войны. Вообще знаки различия являются признаком регулярной армии. Собственно, без них очень сложно зачастую отличить своих очужих. Вот для фотографий мы видим очень характерную картину, которая относится к периоду, когда наша армия переходила от использования петлиц в качестве знаков различия воинских званий к погонам. И вот такое сочетание, когда одни из военнослужащих еще могли носить петлицы и гимнастерки соответствующие, с этими отложными воротниками, для петлиц специально. А с другой стороны это могли быть люди, которые уже имели стоячие воротнички и погоны. Это ситуация 1943 года. Поэтому мы достаточно легко можем отличить, допустим, фотографии 1941-1942 года от фотографии 1944-1945 года. Погоны и петлицы являются таким очень маркером показательным. А там, где они вместе над этой фотографией, почти гарантированно мы видим 1943 год. Погоны были введены в Красной армии, а чуть позже в Анапасском флоте зимой 1943 года после победы советских войск по Сталинграду. Во многом это демонстрировало возросшую мощь Красной армии, ее более высокий статус, и показывало ее национальный характер. С другой стороны, мы помним, что павеление петлиц нашей армии стал ответом на борьбу с золотопогонниками, с офицерами Белой гвардии в годы Гражданской войны. И в сознании части советских граждан, либо идейных коммунистов, либо политработников, либо просто граждан, воспитанных в рамках советской системы, погоны изначально не очень воспринимались. Многие воспринимали эти погоны как образ Белой армии, враждебный советскому государству. Более того, те формирования, которые создавались немецкими властями из числа коллаборационистов или тех, кто сотрудничал с Германской армией, по сути совершил предательство отношений своей страны, они тоже носили погоны. И поэтому далеко не все советские граждане очень быстро восприняли агону как вот не тем или не часть форм советских солдат-офицеров. Кстати, само изменение официального обращения в армии также происходит в 43-м году. Вместо терминов «красноармеец», «боец», «командир» вводится понятие «солдат», «офицер», а вместо «красноармеец» звание «рядового» является. Тоже это было показательно. Здесь возглавляет во многом генерационные традиции русской армии. Попытки сочетать достижения советские, идеи социализма и, собственно, подстаивание интересов советской родины, социалистического отечества, его защиту с идеей сохранения национального государства, борьбы за свободную независимость народа, прежде всего русского народа, потому что все-таки подчеркивают, что русский народ является следом государства. И есть часто лублирование понятий «советский» и «русский», что до начала войны не очень было характерно для нашего государства. Поэтому, завершая данное занятие, можно сказать, что, в принципе, идеологическая составляющая Второй мировой войны налицо. И это заметно, со всей очевидностью, к партизанскому движению, по движению подпольному в нашей стране, по изменению подходов на кровной системе, обращению к интервьюзационному прошлому, к образу русских полководцев, начальников, традициям русской царской армии, императорской армии, тем же погонам, к тому, что, например, вновь появляется понятие «гвардии». Он, собственно, представлен на фотографии военнослужащие, являются артиллерийскими артиллерийскими гвардейской части, на гвардии у них на правой стороне носится. И, с другой стороны, все-таки это подстаивание советской идеологии, идеологии социализма, которая, при всем прочем, все-таки являлась полным антиподом идеям германского нацизма, итальянского фашизма. И не случайно наша страна в едином отношении оказалась союзником именно западных демократий, стран с либеральным и буржуазным строй. Потому что, так или иначе, как бы не сравнивали в режиме Советского Союза и Германии, мы должны помнить, что главная идея нашей страны, ну, равно как и наших союзников, это идея свободы личности, равноправия людей и широких возможностей для людей. Именно поэтому советское государство все-таки для многих, особенно для молодого поколения советских граждан, было родным. При всем том, что имелись претензии, связанные, допустим, с коллективизацией. С другой стороны, им противостояли явно нацистские, националистически настроенные государства. Германия, Италия, Япония, ряд государств. Восточной Европы, где и не пахло демократией, где явно у власти были националистические режимы. И они оставили совершенно иную точку зрения. Они боролись за превосходство своих народов над остальными народами мира, за этот способ над миром людей определенной национальности. Вот именно поэтому война Второй мировой в целом, великоличная в частности, носила такой жесткий, бескомпромиссный характер. Идеология у стран-участников борьбы была, в общем-то, противоположная. И поэтому борьба в ходе Второй мировой войны не могла закончиться каким-то промежуточным результатом, сепаратным миром или каким-то компромиссным мирным договором. Она была основана уничтожением. И, к счастью, уничтожен был именно нацистский режим Германии и схожие с ним режимы политические. Потому что именно это открыло нашей стране и всему миру новые возможности для свободного развития. Мир, который готовила Германия похоренным странам, и даже самому немецкому народу, то, что готовили его руководители. Это совершенно мир, связанный с совершенно другой идеологией, другим мировоззрением, где одни выше других просто потому, что они люди в любимой национальности. Поэтому победа нашей страны, стран антикетеровской корицы была не просто наобъективной, она была справедливой. И на этом, думаю, стоит закончить наши занятия. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.